Мы приехали на Рижский вокзал, чтобы отправиться в Новый Иерусалимский монастырь. Нужно отсюда доехать до станции Истра на электричке. Почему по-русски так сурово, а по-английски просто... О, смотри, какие эти. Ой, 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 посмотри, какие смешные. Кто это такие? Смотри, папа, какие. Здорово, да? Наш поезд нескоро, и мы зашли на Рижский рынок. А тут вместо рынка вот такое цветочное царство. Чего только нет. Красиво. Вот так сейчас поедем на станцию Новый Иерусалимский. Еще немножко подождем и отправляемся. Такие у нас сейчас современные электрички стали. Хорошие. Электричка такая цветная, прям богата. Расписано. Никого нет, мы одни путешествуем сегодня, в этот воскресный день. И снежок пошел красивый. Должно быть хорошо. Все как я люблю. Пешеходный, велосипедный, еще и туристический маршрут. Вот так вот. Сейчас по такой тропе паломника пойдем к монастырю. Нашли тропу паломника, но сначала решили попить кофейку. Я однокупилась и маленький сникерс, маленький тикс и косолопого медведя. По такому заснеженному, красивому месту, по тропе паломника, идем прямо к монастырю. Уже вон там, вдали, показались купола монастыря. Такой мост через реку и вон там монастырь огромный. Ой, как красиво. Крепостные стены и долина Истринская внизу. Можно пройти вдоль стены. Обычно вечно закрыто. Только где-то в Псково-Печерском и то с монахами я ходила. А тут открыто. Сначала пройдемся сейчас, а потом пойдем в храм. О, как красиво. По галерее пройдем вокруг монастыря. О, бастионы защитные. Обходные галереи. Башня вокруг нее еще вот такая вот защитная галерея. А потом уже выходишь на основную. Как вот необычно в куполе сделаны эти мезонины или что-то такое. Не знаю, как называются эти штучки. Красивая галерея такая обходная. Вот такой вид. Это трапезная палата слева. Вот такими изранцами, головками ангелов, украшены стены храма. Ку-вуклия. Ку-вуклия сделаны внутри. Ку-вуклия внутри этого храма. Образ Господа наверху. Ку-вуклия. Ку-вуклия по-гречески оказывается царское обочивание. Тут святой источник за алтарем. Очень необычный медный иконостас эпохи Елизаветы Петровны. Вот святые равнопостные Константин и Елена. И обретение честного креста Господня.